Как известно, 2017 год объявлен президентом России Владимиром Путином годом экологии. Вопросы защиты окружающей среды находятся в приоритете крупнейших производственных компаний нашей страны. Предприятие «Газпромдобыча Краснодар», которое ведет свою деятельность в Славянском районе, не исключение. Чтобы напомнить подрастающему поколению о необходимости бережного отношения к окружающей природе, расширить их познание об экологии, представители компании провели для школьников нашего района День экологических знаний. Участниками Дня экологических знаний стали учащиеся 4-7 классов из трёх школ Черноярковского сельского поселения. Перед началом встречи в фойе сельского дома культуры развернулась выставка подделок. На ней можно было увидеть различные подделки в виде животных, живописных картин и мягких игрушек. Эти работы школьники мастерили своими руками из бросового материала – пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, картонных коробок. Благодаря безграничной детской фантазии, мусору, который можно было выбросить, ребята подарили вторую жизнь. Из вот такой вот большой бутылки брала ещё четыре таких вот маленькие. Ушки я делала тоже из бутылки большой, хвостик тоже. Красила я акварелью. Я считаю, что мусор можно и выбрасывать, а ещё можно делать вот такие вот весёлые подделки. Из некоторого мусора, который уже никому не пригодится, можно сделать красивые и замечательные подделки. Как бы дать ему вторую жизнь. Чтобы беречь природу, надо как бы не мусорить. Ну, как бы, ну, желательно даже вот ходить по станице или по городу и собирать ведро там в пакет мусора, потом выбрасывать в определённые места. В рамках Дня экологических знаний ребятам рассказали об особо охраняемых природных территориях, в частности, о Приазовском государственном природном заказнике федерального значения, на территории которого располагается станица Черноярковская. Также школьники узнали о работе одного из крупнейших предприятий природопользователей на юге России – ООО «Газпром Добыча Краснодар» и о том, как организация подходит к вопросу бережного отношения к окружающей среде. «2017 год объявлен Годом экологии во всей России и, соответственно, и в компании по «Газпром». Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет большое значение в связи с тем, что мы его проводим не только для работников и членов их семей, но и также для всех ребят и учеников школ». На мероприятии присутствовал и глава Черноярковского сельского поселения Николай Друзяко. По его словам, он надеется, что теперь такие встречи для молодежи поселения будут проводиться регулярно. «Я очень рад, что именно это мероприятие по Году экологии было решено провести на территории Черноярковского поселения. И оно прошло достойно, что собрали такой кондигент и взрослые, и ребят, и поднимать такие немаловажные вопросы, как вопросы экологии и сохранения природы. «Хочу выразить благодарность руководству «Газпрома» Краснодара Добыча в лице генерального директора Захарова Андрея Александровича, его помощников». В заключении экологического урока для ребят провели викторину и конкурс слоганов по усвоенному материалу. Победители этих конкурсов, а также лучшие участники выставки поделок, были награждены памятными подарками – книгами о живой природе России и мира. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Продолжение следует...